Господи Боже мой, на Тяу-побах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в пятницу, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 21 по 30. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иеродиакона отца Александра. Речи Господь ко пришедшим к Нему Иудеум. Аз, иду, и взыщите меня, и во гресе вашем умрете. Ама же, аз, иду, вы не можете прийти. Глаголах у уба Иудея. И дася сам убиет, яка глаголит, ама же, аз, иду, вы не можете прийти. И речей им, вы от нижних есте, аз, от вышних есим. Вы от мира сего есте, аз, несим, от мира сего. Рех уба вам, яка умрите во гресех ваших. Ащиба не имите веры, яка аз есим, умрите во гресех ваших. Глаголах уже ему, ты кто еси, и речей им, Иисус, начаток, яка и глаголю вам. Много имам о вас глаголоте и судите, но по славе мя истин есть, и аз, я же слыших от него сия глаголю в мире. Не разумеша уба, яка отца им глаголоша. Рече же им, Иисус, игда вознесете сына человеческого, тогда разумеете, яка аз есим, и о себе ничесо же творю, но яка же научимя, отец мой, сия глаголю. И по славе мя со мною есть, не остави мя ни единого, отец, яка аз угодный ему всегда творю, сия ему глаголющу, мнози вероваша в него. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь, пришедшим к нему иудеям, я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от мира сего. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. «Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам, много имею говорить и судить о вас. Но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорит им об отце. Итак, Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю, пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Когда он говорил это, многие уверовали в него». Продолжая прерванную фарисеями речь о предстоящем ему отшествии к Отцу, Христос сказал, «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Этими словами Спаситель напомнил им о безвыходном положении, в котором они окажутся после его ухода, если не уверуют в него, как в Мессию. Но сказанное Спасителем, однако, не произвело никакого впечатления на его слушателей. Лишь слова о том, что они не могут за ним последовать туда, куда он идет, привлекли их внимание, и они с насмешкой сказали, «Неужели он убьет сам себя?» Господь в ответ указывает им на то, что они потеряли способность понимать Божественное и Небесное, и судят обо всем, руководствуясь своими земными греховными понятиями. «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего». Святитель Иоанн Златоуст пишет, что же Христос, опровергая их предположения и показывая, что такое дело есть грех, говорит, «Вы от нижних». А это значит, нет ничего удивительного, что так думаете вы, люди плотские и не помышляющие ни о чем духовном. Но я ничего такого не сделаю. Я от вышних, вы от мира сего. Здесь опять говорит о мирских и плотских помыслах. Отсюда видно, что и слова «я не от сего мира» означают не то, будто бы он не принял плоти, но что он далек от их лукавства. Господь ни разу не назвал себя Мессией, но он так прозрачно, так понятно, высказывал это другими словами, что фарисеи, конечно, должны были понять. Они, однако, притворились непонимающими. А потому спросили его, «Кто же ты?» Но и на этот вопрос Господь не дал ожидаемого имя прямого ответа, сказав лишь, «От начала сущий, как и говорю вам». Смысл ответа Господа, как его понимали еще древние толкователи, таков «Я то, что вам говорил о себе из начала» или «С самого начала не называю ли я себя Сыном Божиим, таков я и есть». Блаженный Феофилакт пишет, «Спустя столько времени, после того, как явлено столько чудес, они еще спрашивают его, кто ты? Они так неразумны, несправедливы и насмешливы». Господь говорит, «Я говорю вам то, что и в начале. Вы, говорит, недостойны всецело выслушать мои речи, не познать, кто я. Ибо вы все говорите с целью искусить, а не желаете внимать ничему из моего учения». Но, чтобы Христос не говорил им, они отказывались воспринимать его слова и видеть истину. Спаситель не желал судить их, потому как его предназначение было совершенно иным – спасти мир, что он и делал, через возвещение воли Божией. Он мог судить фарисеев, но пославший его истинен, верен своим обещаниям и исполняет их. «Посему и посланный им Христос не дает себя увлечь в суетные пререкания с фарисеями, так как это отвлекло бы его от его великой задачи. Он возвещает миру только то, что слышал, и продолжает слышать от пославшего его Отца. А слышит он о том, что Бог хочет спасти людей». Архиепископ Оверки Таушев отмечает, Посему далее Господь говорит им о том времени, когда они вынужденно узнают истину его учения о самом себе и о пославшем его Отце. Это будет тогда, когда они вознесут его на крест, ибо крестная смерть послужила началом прославления Сына Божия и привлекла к нему всех. Последовавшие затем события, как воскресение Христово, вознесение его на небо, не с послания Святого Духа Апостолам, все это засвидетельствовало истину Христового учения и его божественное посланничество. Нам же, дорогие братья и сестры, надлежит помнить, что Господь желает прежде всего приобщить нас к божественной жизни во всей ее полноте, в такой же полноте, какой живет его Небесный Отец. Стать же частью жизни этого Царства можно лишь доверяя Богу, а значит, стяжав смирение, преданность и послушание воли Божией, дабы всегда пребывать в благодати Святого Духа. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok